В день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского епископ Нарвский Причудский Лазарь возглавил божественную литургию в храме Нарвской иконы Божьей Матери. Нижний предел храма носит имя святого праведного Иоанна Пресвитера Кронштадтского. Правящему архиереев сослужили клирики Нарвской епархии. После чтения Евангелия владыка Лазарь в своем назидательном слове, обращенном к собравшимся в храме, напомнил притчу спасителя о сеятеле. Епископ Лазарь коснулся жизненного пути всероссийского пастыря отца Иоанна, родившегося в Архангельской губернии в бедной семье, рассказав о его пастырском подвиге, о том, что к отцу Иоанну в Кронштадт стекалась вся Россия. Отец Иоанн для нас всех является образцом подражания. Именно его жизнь может сравнить с нашей жизнью. Дорогие братья и сестры, отец Иоанн стал чудотворцем, конечно же, не таким он родился. Остал через молитву и через любовь к ближнему своему. Он не на словах, а на деле исполнил то, о чем говорил наш Спаситель. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя. Вот эту заповедь Он исполнил. И эта заповедь сделала Его величайшим и великим чудотворцем на Руси и на всей лице земли. Его жизнь, еще раз повторюсь, является образцом для подражания нам с вами. Мы никогда не должны отчаиваться, никогда не должны унывать, опускать руки, встречая, если мы встретим в жизненном пути какие-то трудности. Часто бывает человек начинает роптать, осуждать, обвинять. А если поднять взор и глаза свои к небесам, и свою горечь излить перед Отцом Небесным, вот откуда придет помощь, как Псалмопевец Давид говорит. Приди помощь мы от Господа. От небесей приходит помощь человеку. Подлинная помощь, скорая помощь. Быстрая помощь. И тогда человек получает не только благодать, поддерживающую, утешающую его, но реальную помощь в его жизни. Господь поддерживает человека. Так нам должны, мы с вами должны поступать верующие люди. Еще раз поздравляю всех с праздником. Милость Божия. Покруг Царицы Небесной и молитвы праведного Отца нашего Иоанна Кронштадтского. Да вразумят нас с вами. Да просветит наше Господь сердце для познания истины всей жизни и в жизни будущей. Аминь. По окончании богослужения состоялся крестный ход. Было провозглашено традиционным многолетием. Протеерей Виталий Гаврилов обратился со словами сердечной благодарности к владыке Лазарю, поздравив правящего архиерея с наступившим Новым годом. Говоря о духовном подвиге святого праведного Иоанна Кронштадтского, отец-настоятель отметил, что главным для всероссийского пастыря были молитва и служения Божественной Литургии. Мы сегодня исполнили завет нашего покровителя, покровителя нашего храма, отца Яна. Мы совершили молитву, мы совершили Евхаристию. Это важное и главное, с чего может начинаться год ваше посвященство. Очень радостно, очень приятно, что первую церковную службу в этом году совершаете вы, как архипасты, вместе с нами. Ваше слово, ваше служение, оно необходимо. И вот сегодня не случайна память Игнатия Богоносца, и он говорил о том, что слушайте епископа. И вот это очень важный момент того, что сегодня мы слушаем ваше слово «Наседание». Сердечно вас благодарим за сегодняшнюю службу, сегодняшнюю Евхаристию. И благодарны вам за вашу заботу о нас и о нашем храме. Много вам благолетта, Исполой Тереспоте. Затем слово взял заместитель председателя городского собрания Нарвы Александр Ефимов, который поздравил епископа Лазаря, духовенство и прихожан с престольным праздником и Новым годом. Я поздравляю вас с престольным праздником Анны Каштатского и поздравляю вас с Новым годом. И наибольшие пожелания вам здоровья, любви, успехов. Успехов в ваших любых делах и начинаниях. Я желаю вам существенно продвинуться в строительстве нового храма в Белой Меходио. Я желаю вам разрешения непростого вопроса в строительстве часовни в старом городе, посвященном нашим чудотворным иконам. Я желаю вам всего самого хорошего. И от имени Нарвского городского собрания примите эти цветы многие летом. От прихожан храма к правящему архиерею обратилась Лариса Оленина, которая поздравила владыку Лазаря с праздником и пожелала помощи Божией в архипастерских трудах. Поблагодарив за поздравление, владыка Лазаря отметил, что 2013 год был годом непростым, очень насыщенным. Это когда мы праздновали обретение Нарвских святынь, 455 лет, прошло с тех пор, как из пепла, из полностью сгоревшего дома чудом обрели две иконы, Николай Челковский и Матри Божий. И ради этого мы пришли к соглашению, что этот юбилейный год надо отметить тем, что в старом городе, где нашли, обрели эти иконы, где был Преображенский собор стоял, где князь Владимирская церковь стояла, надо необходимо построить часовню в память юбилейного события. И не только этого юбилейного события, но в память того, что именно в 2013 году состоялся исторический визит святейшего патриарха московского Сеаруси Кирилла. Спасибо Господь, пусть помогает Вас Господь в Вашей жизни. Благословение Божье, пусть сопутствует Вам в 2014 и во всех годах. Благословенный год будет для Вас, 2014 год. И всем Вам, братья и сестры, желая от Себя, от Господа, от молитв праведного Отца нашего Иоанна, Четворца, милости Божьей, душевного спасения и телесного здравия. Храни Вас Господь Бог на многое благодоление. Храни Вас Господь Бог на многое благодоление.